Гражданин Михалков, открою вам большой секрет. Одесса это Украина. Вы же назвали наш город воспетый Бабелем, Паустовским, Катаевым, городом бандерлогов. Только потому, что одесситы не встречают российские войска с цветами и триколором и не мечтают жить за колючей проволокой вашей российской колонии. Вас бесит то, что Одесса хочет жить в свободной, вольной и демократической Украине. Вы говорите, что русские к нам не придут защищать русских? Так я вам скажу. Одесские русские, а также одесские украинцы, одесские евреи, поляки, болгары, армяне, грузины, чеченцы, гагаузы не нуждаются в вашей защите. Мы действительно не ждем русских на танках. Так же, как и не ждем никого на танках и с оружием в руках. А потому мы не город бандерлогов. Мы город европейских, свободолюбивых людей. Одесса, подарившая миру великих гениев музыки, литературы, науки, живописи, не воспринимает вашу зомбирующую и чудовищную пропагандистскую мантру. Вы хотели оскорбить нас, а оскорбили себя. Знаете, птицы, рожденные в клетке, думают, что полет это болезнь. Это о вас, гражданин Михалков. Ведь бандерлоги это вы, напуганные, живущие в вечном страхе и пьющие челобитную своему вождю, собирающие крохи с его барского стола. Вы великий режиссер и называете себя деятелем культуры. Но ведь и великие режиссеры могут быть безнравственными номенклатурщиками и придворными лизоблюдами. Именно такие, как вы, писали доносы и получали государственные премии, когда миллионы людей гнили в лагерях. Вы гордитесь своей страной и чтите свой триколор? Так и мы любим свою Украину и почитаем свой флаг. Вам не понять дух Одессы, ее внутреннего мира и состояния души. Вам этого не понять. А поэтому вам не удастся Одессу оскорбить. Изучайте историю. Ваша чернуха все же вас же и уничтожит. Но мы вас великодушно прощаем. Ну вот такие мы, одесситы.